С самого раннего утра спортсмены готовятся к гонкам, тщательно осматривают двухколесного друга, ведь велосипед должен быть хорошо подготовлен, как и сам участник. Без амуниции и медицинской справки к соревнованиям не допустят, а вот возраст для участия не помеха. Борис Чекалдин участвует в марафоне каждый год, обычно он проезжает 100 километров, но в этот раз в силу возраста врачи разрешили только 40. В этом году юбилей, в июле 70, занимаюсь 14 лет, просто вид, очень нравится, здоровье получаешь, молодежи самое главное. Борис Чекалдин и другие с раннего утра ждали старта. За два часа до начала гонок на площади собрались почти все участники, от любителей до профессионалов. На соревнования приезжают даже из отдаленных районов Бурятии, а некоторые из соседних регионов. Я в прошлом году участвовал, мне очень понравилось, хорошее мероприятие, решил повторить и каждый год планирую приезжать на ваш замечательный марафон. Я сегодня участвую на 40 километров, участвую уже второй раз, поэтому трасса знакомая, уже все знаю в принципе. Я участвую, я поддержка, я поддерживаю Галю и буду идти впереди и кричать «Галя, давай вперед!» или сзади буду идти. Даже если ты не на велосипеде, путешествие будет не менее увлекательным. Путь спортсменов пролегает через живописную местность. Марафонцам предстоит преодолеть дистанции на 260, 200, 100 или 40 километров. По словам участников, без хорошей подготовки побороться за победу не получится. Это марафонская дистанция, тут уже в зависимости от подготовки. Если человек не подготовлен, то явно ему будет тяжело. А если человек готовился, почему бы и нет? Сколько себя знаю, столько и катаюсь. Ну а если так, судя, как бы считаю, что серьезно, ну, с лет 11. Думаю, что 40 километров для меня это не проблема. У меня очень старый велосипед, на котором я еще в молодости гоняла, ретро-стиль. Я его модернизировала, мне практически все тут поменяли, кроме моей рамы. Впрочем, участвуют велосипедисты и не только ради победы. Говорят, главное – активный отдых. К тому же для этого созданы все условия. Для участия нужно только желание. Во-первых, да, может любой велосипедист, уверенный в своих силах, участвовать в соревновании. Соревнования, конечно, проводятся на платной основе. Организационный сбор взимается и пакет покупается участникам, если он желает проживать на Байкале следующие сутки и питаться. Восемь часов пути и в награду каждому участнику – отдых в поселке Усть-Баргузин, баня и развлекательная программа. Победители же ждали ценные подарки и звание самого быстрого и выносливого веломарафонца. Аюна Чертарова, Александр Зандуев, Первая альтернативная.